Привет, друзья! Очередной залоченный смартфон из Соединенных Штатов. Достаточно быстро, кстати, в склад посредника поступило. Опять через Postal KZ я заказывал, потому что они доставляют прямо в мой город, как я уже говорил. Есть еще Shipper, они тоже нормальные, но там доставка до Алматы, и потом придется заказывать уже доставку в ваш город с деком, дополнительная оплата. Давайте будем распаковывать. Сегодня немножко такое видео ознакомительное. Я решил сделать такую вещь. Я продал iPhone 7, залоченный. Кто пропустил эту историю, ссылочку оставлю. Добавил и купил iPhone SE 2020 года за чуть большую сумму. Потом в конце, когда эта история закончится, я обо всем вам расскажу. Как и что. Блин, давайте вот так откроем. Правильно, то есть сразу видно, да, здесь нельзя просто так скрыть. Так, прежде чем вот это все вытащим. Так, не силбокс, это в принципе согласно описанию. Сразу демонстрирую описание. Залочен под Boost Mobile. Судя по всему, покупал на eBay. Продавцы, которые работают или каким-то образом связаны с этим оператором связи. Boost Mobile это дочерняя компания Sprint, очень крупного американского оператора. Здесь указано, видите, что это только для новых пользователей. Что они откроют телефон, активируют его, подключат тарифный план. Что нельзя пользоваться своей сим-картой Boost Mobile, даже если она у вас есть. Все равно нужно приобретать, вернее активировать только новую, только для новых пользователей. В подарок кладут чехол и защитное стекло. Вот на картинке выглядел вот таким вот образом. В белом цвете. Вы знаете, в Walmart можно было купить iPhone SE залоченный 2020 года, то есть второй iPhone SE за 200 долларов. Если найду, скрин приложу. Но Walmart очень противный магазин. Там сложно, в общем, приобретать. Потому что они все это дело проверяют. Даже склад, если у вас посредников США, все равно вы будете оплачивать картой и биллинг-адрес там не будет совпадать с шиппинг-адресом. Биллинг-адрес это тот адрес, который указан. Так здесь сразу телефон. Они указали, но вы видите, они активировали. Что еще? Что-то здесь все вот так в разнобое разложено. Когда вы открываете карту в своем банке, банковскую карту, вы по-любому забиваете свой реальный адрес. Так как тот же Walmart не доставляет в страны СНГ, только по США. Если у вас будет склад посредника, указан шиппинг-адрес. То есть в США платежный адрес указан в ваш, в России, в Украине, в Казахстане. Неважно все. Там, естественно, сразу 100p и магазин отменяет транзакцию мгновенно. Я пробовал приобрести, ничего не получилось. Смотрите, какой чехол они кладут в подарок. Боже мой. А, вот так. Но опять же, дареному коню мы в зубы смотреть не будем. Есть защитное стекло с рамкой. Да, со стеклом. Все хорошо. В общем, все убираем. Сразу доставка. Вес посылки 600 грамм из-за вот этих вот дополнительных аксессуаров. 600 грамм доставка Postal KZ не обошлась в 12 долларов США. На самом деле, это немного. Кстати, в Walmart можно покупать. Postal KZ предоставляет услугу выкуп. То есть, 4% вы платите и вам выкупают ваш девайс, который вы выбрали. Блин, вот поэтому я хотел именно в белом цвете. Потому что выглядит шикарно задняя белая поверхность, а спереди черная. Очень неаккуратно они все это дело распаковывали. Смотрите, пленка вот так выглядит. Заюзано неприятненько. Но, тем не менее, все в целости и сохранности. Наушники, Lightning, провод, как обычно, кубик зарядный. 5 вольт, 1 ампер, наверное. Он даже, кстати, в пленке. Чего никогда нет в операторских моделях. Это нету скрепочки для извлечения лотка SIM-карт. Так, наклейки есть. А, смотрите, здесь есть скрепка. Офигеть, вот два у меня было операторских аппарата. IT&T был. И, по-моему, тоже Boost. И там не было. А здесь есть. Круто. Опять же, это все не реклама. Блин, я уже приготовил скрепку. Это не реклама Postal KZ. Заказывайте через любого посредника, через которого вам удобнее. Проходите по ссылкам. Смотрите, проверяйте. Если не хотите проходить по ссылкам, ищите сами. 64 гигабайта встроенной памяти. Ну, это базовая версия. Давайте уберем эту кривую пленочку. И рассмотрим аппарат поближе. Выглядит шикарно. Мы сейчас пробьем E-Mail. Посмотрим, что да как. Если он и активирован, то активирован пару недель назад. Потому что пару недель назад я его приобрел. Вот буквально за две, где-то за две с половиной недели из Соединенных Штатов он прилетел ко мне. Компактный, красивый. И вы видите, где расположено яблочко. И нет никаких значков сертификации. Потому что это американская модель. Здесь этого нет, как на европейских моделях. Сначала проверим лоток. Ох, он плотно очень утоплен. Опять же, класс влага и пыли. Защита здесь имеется. Также здесь имеется сим-карта. Смотрите, не спринт. Это реально Boost Mobile. Видите, она вообще как-то без опознавательных знаков. Только номера. Так, эту сим-карту мы, наверное, уберем. Узнаете вот этот вот смартфончик. Я его, кстати, недавно прошил. Все работает. У меня китайская версия. Була. Ну, прекрасно все прошивается. Здесь у меня сим-карта Beeline. Сейчас мы отсюда ее извлечем. И вот в этот попытаемся установить с помощью Givet. Вот Givet, где я приобретал ее. Ссылку оставлю в описании. Опять же, я прочитал комментарии. Очень интересные, хорошие и нужные комментарии. По поводу AirSIM. Я заказал AirSIM 15. Скоро придет. Тоже проверим, как она работает с залочными смартфонами. Американскую сим-карту мне придется сейчас установить обратно. Потому что я забыл один момент. Чтобы использовать Givet, нужно будет прошивку на данном iPhone обновить до актуальной версии. То есть iOS 14 и выше. Блин, он разряженный, по-моему. Ну и вот, в общем-то, проверили EMA. Givet купили этот смартфон 12 ноября 2020 года. Как я и говорил, видите, активировали 15 дней назад. Функция найти смартфон отключена. Блэклист чисто. И залочен на спринт. Я подумал, почему два EMA номера. Потом вспомнил, что данный смартфон поддерживает технологию E-SIM. Но сразу же хочу сказать, если залочен аппарат, даже с помощью Givet мы его разлочим и будем пользоваться, тем не менее E-SIM все равно останется, как я понимаю, залоченным. Под оператора спринт нужно делать полную разлочку, полную отвязку от оператора. И я собираюсь, в принципе, это сделать. Если не продам до этого этот аппарат, теперь этот потестим. Возможно, продадим и купим XR. Потом 11. То есть, вот таким способом я хочу все-таки дойти до 11-го айфона, также залоченного. 11-й айфон 2020-2021 год. Мега актуальный. Мне не очень нравится дизайн 12-го айфона. Хотя я, в принципе, люблю такого плана дизайна. Цена на эту модель, кстати, в Казахстане 210 тысяч тенге. Модель данного аппарата А22-75. Американская версия с поддержкой GSM-сетей 4G. Все необходимые в странах СНГ, в Казахстане, в том числе, будут поддерживать. Друзья, пришлось зарядить, пришлось обновить. В настоящее время GVA работает только если iOS 14 и выше. Мне пришлось прошить GVA на V1D. Но, в принципе, если вы будете приобретать, у вас уже будет установлена актуальная прошивка. Смартфон очень прикольный, но мне некогда делиться впечатлением о данном аппарате. Я обязательно сделаю это в отдельном видео. А сейчас я покажу, как его разлочить под нашу сим-карту. Для начала извлечем сим-карту, которая была установлена, американского оператора. Далее устанавливаем в лоток GVA. Вот таким вот образом контакты должны быть круглые, контакты вверх. Вверх по отношению к вашей сим-карте. То есть, вот таким вот образом все должно выглядеть. Устанавливаем слот вместе с GVA и сим-картой. Как и обещал продавец, он активировал данное устройство. Но это уже не важно. Нам необходимо войти в режим экстренный вызов. Вот так вот все это выглядит. Ввести вот эту комбинацию цифр, а затем ICID код. Он всегда меняется. Ссылку на инструкцию я оставлю. И ссылку на то, где смотреть актуальный. Актуальный на 4 ноября выглядит вот таким вот образом. Вводим его и совершаем звонок. И видите, мы попадаем в меню ICCID. Надо продублировать опять же тот же самый ICCID номер здесь. После набора жмем отправить. После этого перезагружаем наше устройство. Пошла активация. Ждем. Ну, я думаю, вы видите, все заработало, все сработало. Гивейка сделала свое дело. И теперь Beeline KZ на данном аппарате активен. Сеть Beeline. Блокировка оператора. Вы видите, что данное устройство так и продолжает оставаться заблокированным. Поэтому eSIM здесь не проканает. Нужно полностью отвязывать это устройство от оператора. В принципе, я думаю, это возможно. Вопрос только в том, сколько это будет стоить. При пейт смартфон здесь как бы нет задолженности. Здесь есть обязательство пользоваться данным устройством в сети определенного оператора. В общем, будем разбираться. Если вас интересует приключение этого устройства, его тесты, какие-то интересные штуки, которые мне удалось надыбать. Так, устройство уже зарегистрировали за мной. Подписывайтесь на канал, если подобного рода видео вас интересует. И если вам интересно, смогу ли я проапгрейдить данный смартфон iPhone SE 2020 года в результате ряда манипуляций до iPhone 11. Поживем и увидим. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, видео было полезным, познавательным. Удачи, пока, друзья.